Это было похоже на фильм ужасов. Семилетний ненец погиб от удара шаровой молнии. Еще двое пострадали. Девочек с ожогами второй и третьей степени доставили в окружную больницу Салихарда. Все произошло в чуме оленеводов в поселении на мысе Няруйсале в приуральском районе Янао. Вот как все было. Откуда ни возьмись, в чум залетела шаровая молния. В то время дома находились только трое детей-тундровиков. На огненный шар бросилась собака хозяев. Бедному животному просто оторвало голову. От контакта погиб и маленький мальчик. Затем шаровая молния распалась на части и уже от них пострадали девочки. Зачастили что-то в гости огненные шары за сутки. Это уже второй раз, когда замечают шаровую молнию. Накануне в деревне Потулы от феномена пострадал 10-летний мальчик. Он играл у окна, когда стекло пробило шаровая молния и сразу скрылась. Школьника ранило осколками. Сегодня его уже привезли на лечение в Москву. Шаровая молния – одно из самых таинственных и неизученных явлений на планете. Существует 400 теорий ее возникновения и ни одна из них не доказана. Что же это за природная загадка? Мы обобщили все, что нужно знать о шаровой молнии. Когда светящийся шар увидели на земле впервые, доподлинно неизвестно. Но первое задокументированное упоминание о шаровой молнии относится к 1638 году. Очевидцы рассказывали, как двух метров огненный ком залетел во время грозы в деревенскую церковь. Молния убила и ранила многих прихожан. Свидетельства очевидцев появляются постоянно, но в окна лаборатории загадочные шары почему-то не залетают. Поэтому пока ученым приходится лишь строить догадки и обобщать сведения извне. Чаще всего светящийся шар не совсем шар. Молния бывает в форме гриба, капли или груши. Средний размер 10-20 сантиметров. Цвет обычно голубой, белый или оранжевый. Но бывают даже черные молнии. Люди, которые видели шар вблизи, говорят, что внутри он состоит из небольших неподвижных деталей. Температура молнии, по подсчетам ученых, не меньше 100 градусов по Цельсию, а может и тысячам. При этом жара от молнии не идет. Зато если она взрывается, испаряется вся находящаяся неподалеку жидкость, а стекло и металл плавятся. Возникает шаровая молния в основном во время грозы, но видели ее не раз и в солнечную погоду. Появляется она обычно в единственном экземпляре. По крайней мере, современная наука другого не фиксировала. И обычно самым неожиданным образом. Она может спуститься с туч, вдруг возникнуть в воздухе или выплыть из-за столба или дерева. Для нее не составляет труда проникнуть в закрытое пространство. Известны случаи появления шаровых молний из розеток, телевизоров и даже в кабинах пилотов. Такое случилось в 1963 году. Молния залетела в самолет, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, но пожалела пассажиров. Никаких повреждений ни они, ни борт не получили. Шаровая молния, как рецидивист, любит возвращаться на место преступления. Например, в небольшом городке под Псковом есть так называемая Чертова поляна, на которой из-под земли периодически выскакивает шаровая молния черного цвета. Появляться здесь она стала после падения Тунгусского метеорита. Если вы вдруг встретились с огненным шаром, не делайте резких движений, не пытайтесь отбиться от него. Победить в этой схватке вряд ли получится. Постарайтесь тихо свернуть с пути молнии и держаться подальше от нее, но не поворачиваться к источнику опасности спиной. Если вы находитесь в квартире, подойдите к окну и откройте форточку. Скорее всего, молния, которая тесно в четырех стенах, вылетит наружу. Юлия Ерофеева, Live. Субтитры создавал DimaTorzok